Приветствую вас. С точки зрения психологии, ваша проблема в том, что вы чувствуете давление, что вас подавляет отношение к вам вашей мамы и сестры. То есть именно подавляющий эффект является проблемой. И понятно, что он, этот подавляющий эффект, сформировался не один день, не год. И вам нужно время для того, чтобы от него избавиться, вам нужна помощь для этого. И надо сказать, что именно подавление идет от того, какой посыл, какое предписание дала и продолжает давать вам ваша мама. То есть, с точки зрения именно то, почему вы чувствуете подавление, с точки зрения психологии, именно то, почему вы чувствуете подавление, является самым главным. Объектом проблема можно назвать то, что вы считаете, что вас кто-то подавляет. То есть, вы не принимаете, как бы, ответственность на себя и не говорите, что это я сама подавляю себя тем, что мама, например, так ко мне относится. То есть, понятно, что проблема, это подавление, это симптом, а, значит, объект проблемы, это то, что вы не берете на себя ответственность. ответственность, не берете ответственность за то, что вы испытываете подавление, а говорите, что подавляет вас ваша мама. И, соответственно, скорее всего, ее вы вините в этом, ну или просто считаете, что это она источник вашего плохого настроения. Да, то есть, это не вы сами источник плохого настроения, а она, и из-за нее у вас портится настроение и, в общем, начинаются какие-то проблемы какого-то рода. Вот. Здесь, соответственно, можно использовать разные методы, да, разные подходы, то есть, есть подход и транзактного анализа, есть подход когнитивный, есть, значит, поведенческая терапия, то есть, очень много разных подходов есть именно вот к этому объекту, вот. Какой подход лучше пройдет вам, или, может быть, даже это будет комбинация подходов, на мой взгляд, можно будет определить только после ознакомительной беседы с вами, то есть, ну, понять, к какому именно подходу вы наиболее восприимчивы, вот. Сейчас, на самом деле, я могу порекомендовать вам именно по объекту проблемы, да, я рекомендую вам, отграничить свою ответственность, границы своей ответственности, предел своей ответственности и предел ответственности других людей. То есть, вот, где я отвечаю за себя, и где другой человек отвечает за себя. Где то, что делаю я, касается только меня, и где то, что делаю я, то есть то, что делает другой, касается только другого. Вот, если вы установите сами для себя на эмоциональном уровне эту границу, это облегчит вам пребывание в данной ситуации. Я понимаю, что это немного, и я понимаю, что от мамы ваших вам нужно сепарироваться, да, то есть, жить отдельно, вот. Но, тем не менее, тем не менее, тем не менее, тем не менее. Отдельным пунктом может идти рекомендация озаботиться своим личным пространством, каким бы маленьким оно ни было, вот. И, собственно, сделать это пространство таким, чтобы внутри него вы могли чувствовать себя абсолютно защищенным. Теперь мы пройдемся с вами по тексту вашему. Значит, помогите, пожалуйста, пишите вы. Обычно, когда люди просят помочь, я всегда задаю вопрос, как бы вы сами описали помощь вам? Вот как вы ее себе представляете? Вы приходите на сайт, вы задаете свой вопрос, вы говорите, что, значит, меня подавляет их отношение ко мне и сразу портится настроение. Я постоянно чувствую унижение с их стороны, да, вот. Не только словами, но и поступками, как будто указывая, где мое место в семье. Вот это проблема. То есть, то, что вы описываете все, это просто факт, да. Проблема вот она, что меня подавляет их отношение ко мне. Вы же понимаете, что помощь вам на психологическом уровне заключается в изменении представления, в изменении восприятия того, что происходит. Для этого нужно увидеть ваши установки, которые сделали возможным подавление через их отношение к вам. Потому что далеко не каждый человек, например, будет воспринимать это как подавление. Вы восприняли это как подавление в силу своей индивидуальности. И вот эти элементы индивидуальности, которые сделали возможным то, что вас подавляет, нужно выделять и с ними работать. То есть, их изменять. Сначала изменять восприятие, сначала изменять в сознании, потом изменять в поведении. Вот. И здесь вопрос, насколько вы сознательны, да, то есть, насколько вы имеете представление о себе. Насколько вы реально готовы менять что-то в своем поведении. Насколько вы надаете себе отсчет в том, каковы будут последствия изменения в поведении, да. То есть, если сейчас, например, ваша мама вас критикует постоянно, да, и бросает косые взгляды, то после изменения, может быть, все будет еще более агрессивно, потому что маме не будет нравиться то, как вы себя, например, ведете. Представляете ли вы себе эту ситуацию, знаете ли вы, что будете делать в этой ситуации, как будете себя вести. То есть, понимаете, вот эти все вопросы, они остаются без ответа. И без этого именно помощь вам невозможна с точки зрения психологии. Поэтому, когда вы говорите, помогите, пожалуйста, и при этом даже не задаете вопросы сами, то у меня возникает вопрос, а вы понимаете, то чего хотите? Вы знаете, что для вас актуально сейчас? Какой запрос у вас к психологу? Ведь вы даже не говорите, что, например, как мне избавиться от подавления, да, или как мне, ну, как мне стать более устойчивой, чтобы у меня не портилось настроение. Вы не задаете этих вопросов. И поэтому я полагаю, что вам нужно перечитать свой вопрос и почувствовать, где, в каком месте, в какой части текста у вас наиболее сильное эмоциональное напряжение наблюдается. И вот тут, в этой части, и кроется ключ к решению вашей проблемы. Поэтому, да, значит, помощь, как вы ее видите. То есть, помогите, пожалуйста, поможем, но для начала нужно понять, как вам помочь. То есть, какой способ помощи вы приемлете для себя, и что вам больше подходит. Далее. У меня давно не лазится отношение с мамой. Хорошо. Давно не лазится отношение с мамой, если мы не берем в расчет то, что вы написали определенную точку отсчета, когда у вас они начали не лазиться или перестали лазиться. Просто давно. Вот как вы считаете, кто ответственен за то, что у вас не лазится с ней отношение? Кто ответственен за это? Кто ответственен за то, что ваши отношения, они испортились? Понимаете? Вот на мой взгляд, на мой взгляд, это очень важный момент. Потому что, потому что, значит, ну, потому что это важно. Это важно, да? Дальше идем. Что бы вы сказали? Что бы вы сказали, да, если вы могли вернуться в тот ключевой момент вашей жизни, когда отношения между вами, и мамой начали портиться? Вот сейчас, с высоты своего опыта, стороны своих желаний. Вот. Что вы могли бы сказать? Дальше. Все началось, я считаю, с 16-17 лет. Но вы не говорите, с чего именно началось. То есть, постоянные придирки, злость в любых ситуациях всегда смотрят на меня, как будто бы я виноват во всем. Это следствие. Это результат. Это не причина. Это не корень. Это не источник проблемы. Поэтому вы, даже если вы правы, если это началось с 16-17 лет, то вы не описываете, с чего именно это началось. А это очень важно. Далее. Вы знаете, ну, есть случаи, когда мама или родители, ну, не любят своих детей. Такая, как бы, ситуация случается. Но бывает это только, как правило, через роды. То есть, вот ребенок родился, и его, соответственно, либо любят, либо нет. Такого, чтобы ребенка разлюбили в 16 лет, не бывает. Так что, по крайней мере, я не встречал ни разу таких историй. То есть, да, отношения могут портиться, да, безусловно. Но любви, любви, это быть не мешает. Любовь от этого не исчезает и не появляется. Значит, здесь опять же момент. Либо это было и раньше, просто вы не замечали. Кроме того, вы говорите, что 16-17 лет. То есть, вы не уверены, а нужно точно знать точку отсчета. Значит, скорее всего, это было раньше. Либо сейчас просто ваша мама, она оказалась сама в очень тяжелом, трудном положении. Вы не до конца этого, не до конца это понимаете. Не до конца это видите. Потому что вам опять же не хватает, наверное, материнская любви и забота. То есть, чем больше вы концентрируетесь на себе, тем в меньшей степени вы можете понять другого человека. То есть, чем больше вы нуждаетесь в любви, тем меньше у вас средств для того, чтобы прочувствовать другого. Далее. Постоянные придирки и злость в любых ситуациях, когда смотрят на меня так, как будто я виноват во всем. Смотрите. Здесь ситуация такая. Как вы думаете, вот сами, как вы думаете, что означают подобные придирки? Да? Эээ. Ну, здравствуйте, дорогие. Ваша мама. Так что это значит? Как вы считаете? Сами. Следствие чего? Это... Как вы считаете? вследствие чего это произошло. Вы считаете, что вы действительно виноваты? Вы считаете, что вы действительно ответственны за то, что мама вот так вот на вас смотрит? Далее, с детства старалось быть примерной и послушной, чтобы маме не доставлять хлопот. Откуда у вас появилось такое направление в поведении вашим, что значит не доставлять маме хлопот? А почему вы не хотели доставлять ей хлопоты? Чего вы боялись? Чего вы не желали? Что внушила вам мама такого, что вы пытались не раздавить ей хлопот? Дальше, значит, ну опять же, здесь как бы вы старались быть примерной и послушной для мамы. Это означает, грубо говоря, что вы подавляли свои желания. Ну и может быть, может быть, вы продолжаете их подавлять, не знаю. Здесь в любом случае нужно выяснять. То есть, если вы стараетесь быть хорошим для кого-то, ну для людей, а если вы стараетесь быть как бы правильным, то вы всегда наступаете на горло своим желаниям. И если ребенок вынужден наступать на горло своим желанием, то скорее всего он считает себя недостойным любви. Скорее всего он считает себя, ну как-то не заслуживающим любви. Скорее всего он думает, что любовь это вообще не про него и так далее, и так далее. Вот. И здесь, опять же, возникает вопрос того, что вы себя не любите, а это означает, что вы себя не принимаете. Ну, к любви можно прийти разными путями, опять же, либо через когнитивную психологию, либо через гештальт. Вот. То есть через целостный образ. Опять же, нужно здесь выяснять, что для вас лучше. Но однозначно вам нужно вспомнить очень сильно, чего вам не хватало тогда в детстве, чего вы хотели. И подумать сейчас, как вы можете себе это дать уже самостоятельно, не привлекая к этому свою маму. Но при этом, при этом, опять же, разграничить ответственность свою и маму. То есть вполне вероятно, что у вас в детстве закрепился комплекс, что вы не достойны вообще быть услышанной и так далее. Мама вам, возможно, дала посыл не быть ребенком или быть правильным. Далее, старалась учиться в школе, помогать по дому и сидеть с маленькими сестрами. Ну да, это и есть, по сути, это и есть позиция не быть ребенком. То есть вам дали запрет на то, чтобы вы проявляли свои какие-то желания, свои детские качества. Совмещала работу и учебу. Зачем? Участь в техникуме закончила с отличием. Вы молодец, вопрос в том, для чего вы это делали. Ну, то есть для себя или для мамы. Работала днем, вечером на учебу. Приходила домой поздно вечером. А зачем работали там? В процессе обучения мама не давала заниматься учебой дома, сталась поздно, что мешаю другим спать. А как вы думаете, почему мама мешала вам заниматься учебой дома? Учебу я делала на работе. Опять же, для чего вы работали, непонятно. А сейчас я поступила в университет, работаю на новой престижной работе. То же самое продолжается. А вот смысл того, что вы делаете? То есть мне кажется, что как раньше вы старались быть примерной для мамы, так и сейчас вы стараетесь также быть примерной для мамы. И тут как бы есть варианты, и тут как бы есть существенные различия. То есть если вы делаете это для мамы в глубине души, то удовольствие вам это не принесет. Смотрите, вы говорите, на новой престижной работе. То есть для вас важно именно престиж, а не сама работа, не процесс. Для вас важна значимость. И скорее всего значимость для мамы. А мама не оценила вас. Поэтому вы говорите, что то же самое продолжается. То есть вы надеетесь, надеялись, что этого не будет. А это продолжается. И вполне вероятно, что именно это и заставило вас прийти на наш ресурс. Так, находясь в отпуске, как только я сочусь в учебу, она задает мне другие дела, сравнивая с младшей сестрой, говоря, она уроки делает. Что делает? Я не очень понял, что значит она задает вам другие дела. Вы имеете полное право эти другие дела не делать. Или вы не позволяете себе этого? Сравнение с младшей сестрой, грубо говоря, обозначает, что вы в глубине души, скорее всего, хотите быть похожи на младшую сестру, чтобы так же, как и она, купаться в маминой любви. Ну, здесь, опять же, нужно просто принять тот факт, что вы не такая, как сестра, и что вы другая, и что мама никогда не будет относиться к вам так, как она относится к сестре. Что делать? Просто не обращать внимание на маму, одевать наушники, если она мешает вам, и не обращать внимание на другие дела, твердо говоря, что вам нужно делать задания по учебе. Вот. А если я делаю дела, если я делаю дела и не делаю дела по дому, всегда говорите, что я ничего не делаю. Так, а какой смысл тогда делать, если она в любом случае говорит, что вы ничего не делаете. И что у меня, как 15-летнего ребенка, она не воспринимает все время, что я говорю. Как вы думаете, почему? Как вы думаете, чем это обусловлено? Как вы думаете, причина такого ее поведения? Или, когда я говорю, мечтаю о машине, она говорит, слишком много хочешь. А вы серьезно говорите маме о том, о чем мечтаете и ожидаете чего? Она поддержит вас, но она может вас поддержать. У нее есть для этого ресурсы, чтобы вас поддержать. У нее есть для этого средства, чтобы поддержать вас. Понимаете? Вы, вообще, попробуйте пробыть в роли своей мамы. Попробуйте прожить ее жизнь. Не слишком ли многого вы от нее ждете? Далее. Младшая, да, и она говорит много хочешь. Как вы думаете, почему? Опять же, а как вы думаете, в чем причина того, что она вам это говорит? Как бы не желая того, чтобы у вас эта машина была. Кстати, а вам машина для чего? Заметили ли вы, например, из 20 слова нет про личные отношения с мужчинами? Не потому ли, что вы жили без отца и боитесь сближаться с мужчинами? Не потому ли, что у мамы негативный опыт был взаимоотношения с мужчинами? А может быть, с вашим папой что-то случилось, и вы до сих пор его не отпустили? Далее. Младшая дедра постоянно унижает, а мама поощряет действия других. А других это кого? Значит, дедра постоянно унижает. Опять же, дело не в том, что она унижает. Дело в том, как вы это воспринимаете, в контексте чего вы это воспринимаете, как вы это видите. Себя чувствую врагом для нее. Вы враг для нее, но чья это ответственность, чей это выбор считать вас врагом. Постоянные взгляды косые с их стороны и что? У мамы постоянно меняется настроение и что? Сейчас нет возможности приехать в связи с финансовыми проблемами. Ага. Ну, опять же, понимаете, если говорить о финансовых проблемах, то за 5000 рублей вы можете снять одну комнату напополам с какой-нибудь другой девушкой, женщиной, и я полагаю, что это посильная сумма для всех. Было бы желанно. То есть, возможно, вы боитесь от мамы уйти, что указывает, на что указывает то, что вы старались быть примерной и послушной, чтобы маме не доставлять хлопот, старались учиться в школе, помогать по дому. Это означает, что вы стремитесь к одобрению мамы. Соответственно, именно это, что вы стремитесь к одобрению мамы, вполне возможно является причиной того, что вы до сих пор не переехали. То есть, умом-то вы понимаете, что хотите приехать, но подсознательно стремитесь к ней, поэтому не переезжайте. И не переедете, пока будете ждать от нее одобрения. Я вижу, что иногда она устаёт, мне хочется помочь, но у меня не всегда хватает сил после работы, чтобы помогать ей. Опять же, это опять же, занятие от себя ответственности. Если вы не помогаете ей, значит, вы не хотите. Хочет та часть вас, которая ждёт одобрения. Но в действительности, вы не хотите ей помогать. Потому что знаете, что она не оценит, знаете, что она не одобрит, знаете, что она вас еще и оскорбит. Вам нужно признаться себе в том, что вы не хотите ей помогать. Меня подавляет их отношение, ко мне сразу портится настроение. Ну, у вас здесь, на самом деле, такой, знаете, довольно сильный шкачок происходит. То есть, вот, вы говорите, что я вижу, что она иногда устает. От чего устает? Не хочется помочь ей. Зачем? Но у меня не всегда хватает сил после работы помогать ей. Так, можно и работать тогда не надо, возникает вопрос, да? То есть, вы-то свой выбор сделали. Но, опять же, как не принимали вас в детстве и не позволяли вам быть ребёнком. Так, но вы и сейчас не позволяете себе принять себя и свои желания. Меня подавляет их отношение. В чём? Глава портится настроение. Из-за чего? Понимаете, понимаете, какая штука? Вот, к вопросу о настроении. Представьте себе, да, что вы, допустим, да, допустим, ну, скажем, в хорошем настроении. Да? Вы в хорошем настроении. Да? Приходите домой. Да? Вот. И чего вы ожидаете? То есть, как бы, вы ожидаете чего? Того, что ваша мама внезапно поменяется? Того, что ваша мама внезапно изменится? Того, что ваша мама внезапно станет другой? Или что? На чём базируются ваши ожидания? Как бы. То есть, у вас портится настроение только потому, что вы ждёте какого-то другого отношения к себе. Но с чего вы решили, что это другое отношение будет? С чего вы решили, что это другое отношение может быть? Понимаете? С чего вы решили? Далее. Постоянное чувство унижения с их стороны. Ну, опять же, люди могут вести себя так, как вы хотите, вот так, как они хотят. Вопрос в том, как вы воспринимаете это для себя и чем это обусловлено. Не только словами, но и поступки, как будто указывают, где моё место в семье. Иногда мне кажется, что это не моя семья. Ну, отчасти вы правы, действительно, не ваша семья, потому что мама воспитывала совершенно другого человека, не того, кем вы являетесь. И как только вы примете себя другой, вся проблема сразу исчезнет. Но для этого нужна определённая работа, работа над собой. И самое главное, для этого нужен запрос. Именно запрос. На этом всё. Надеюсь, помог вам, если у вас остались дополнительные вопросы. Пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.